Не согласился с увольнением и подал в суд на Белый дом. Роман Гадунин был отстранен от должности заместителя губернатора в июле этого года. В указе губернатора сказано, причиной расторжения трудового контракта послужило предоставление подложных документов Гадуниным при трудоустройстве. Это выяснил Департамент безопасности в ходе служебной проверки, которая проводится в отношении Гадунина по сей день. Экс-чиновник не указал в декларации за 2019 год сведения о нескольких банковских счетах, доходе в размере 25 137 рублей и нежилом здании, которое имеется у него в собственности. На заседании представители администрации, сославшись на объяснительную Гадунина, утверждают, экс-заместитель губернатора намеренно не указал эти сведения в декларации. Из данных пояснений следует, что об установленном порядке, об имеющихся, значит, вот этих обязательствах он знал, не показал их в соответствующей справке за 2019 год. И таким образом, и кроме того, не воспользовался предоставленным ему законом правом уточнить указанные сведения, поскольку они не были указаны им первоначально, то есть устранить указанные ошибки в установленном порядке в течение одного месяца со дня подачи первоначальной декларации. Сам Роман Гадунин в суд не явился. Его позицию представляют адвокаты. По их мнению, расторжение трудового контракта с Гадуниным незаконно и необоснованно. В первую очередь, юристы настаивают под ложный документ, и документ с неполными сведениями – это не одно и то же. Кроме этого, по мнению адвокатов, данные, которые не упомянул в своей декларации Гадунин, в принципе, сами по себе малозначительные и никак бы не повлияли на решение о его трудоустройстве. Гадунин Роман Сергеевич считает, что его увольнение связано не с обязанностями его по выполнению его трудовых обязанностей, а с каким-то личным интересом окружающих его работников, в том числе и непосредственно работодателя. Сделал он такой вывод, поскольку считает, что все вот эти проверки, придумывание истории с целью его уволить, начались после того, как ему было предложено работодателям уволиться по собственному желанию. Страна защиты адресовала представителям Белого дома ряд вопросов, в частности, почему проверять декларацию Гадунина за 2019 год начали спустя два года. А еще юристов интересовали подробности служебной проверки, в ходе которой вскрылись неразглашенные сведения. Суд поддержал ходатайство юристов Гадунина о предоставлении материалов этой проверки в полном объеме. В целом, главная цель судебных разбирательств со стороны защиты – восстановить Романа Гадунина в должности заместителя губернатора. А еще, согласно исковому заявлению экс-чиновника, он хочет получить моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Юстец указывает, что незаконным увольнением ему причинен моральный вред. Полагает, что в подобных делах в случаях незаконного увольнения гражданина или его перевод на другую работу должна действовать презумпция факта причинения морального вреда. Сам факт ограничения работодателям законных прав работника посягает на неимущественное право на труд, что уже непосредственно причиняет работнику нравственные страдания. По итогу этого заседания суд обязал стороны предоставить ряд необходимых документов для более детального рассмотрения этого дела. А еще было принято решение привлечь в качестве третьего лица к судебному процессу Департамент безопасности Владимирской области. Его руководитель выступит на следующем заседании. Дело по факту увольнения Романа Гадунина продолжит рассматривать в Октябрьском суде 2 сентября.